Алгоритм Фейсбук изменил лица на видео для обмана систем распознавания. IT 153928 OCT 2019 сложность 3.8 Алгоритм Фейсбук изменил лица на видео для обмана систем распознавания. Оран Гафни, YouTube Исследователи из Facebook AI Research создали алгоритм, который автоматически меняет лицо человека на видео таким образом, что его невозможно распознать. Система, основанная на состязательном автоэнкодере и классификаторе лиц, меняет в виде основные черты лица человека, оставляя его мимику и освещение. Получившееся видео выглядит натурально, а лицо на видео не могут опознать ни системы распознавания лиц, ни реальные люди. Описание работы алгоритма доступно в припринте на сайте исследовательского подразделения. Facebook Автоматическое распознавание лиц сейчас работает достаточно эффективно и сильно облегчает жизнь человека во многих сферах, например, при идентификации пассажиров в аэропортах или при пользовании смартфоном. При этом, разумеется, растет беспокойство по поводу того, что использование технологии распознавания лиц в целом может нарушить приватность пользователей. Если в свободном доступе находится хотя бы несколько фотографий человека, то подобные системы могут даже без ведома самих людей их распознать. Одно из решений подобной проблемы – обман систем распознавания. Для этого используется модификация пикселей в кадре, а также состязательные примеры, которые отвлекают внимание компьютерного зрения на себя и заставляют алгоритмы видеть на изображениях не то, что на них на самом деле изображено. Если говорить конкретно о распознавании людей, то еще один вариант подмена лиц на фото и видео. Она, однако, не всегда работает идеально, а часто людям не хочется оказываться полностью неузнаваемыми или менять свою идентичность на другого человека. Архитектура алгоритма Facebook AI Research Поделиться Таким образом алгоритм меняет основные черты лица человека на видео, например, форму носа, брови или глаза, а все остальные, например, освещение и мимика, а также речь, остается неизменным. Такая подмена может обмануть автоматические системы распознавания, но образ человека остается схожим с оригиналом. По сути, алгоритм качества заменяет лицо человека на видео на лицо несуществующего человека. Для того, чтобы проверить работу алгоритма, ученые показали получившийся видеоалгоритм автоматического распознания лиц ArcFace, который может распознать более 50 тысяч человек. С оригинальными видеосистема справлялась эффективно, а в обработанных не смогла распознать конкретного человека в зависимости от качества полученного видео. ArcFace предлагала на выбор более трех тысяч вариантов лиц, которые могут быть показаны на видео. Также оказалось, что определить человека на видео не могут люди. 20 человек, которых просили опознать лицо на получившихся видео, правильно выполняли задания только в 53,6% случаев, что очень близко к случайному попаданию. Интересно, что алгоритм не нужно предобучать для конкретных видео, менять с его помощью можно любые лица любых людей. Проблемой нарушения приватности, которую несет использование технологии распознавания лиц, озабочены даже правительства различных стран. Например, в мае этого года следить за гражданами с помощью таких технологий запретили властью Сан-Франциско. Елизавета Евтушок Продолжение следует...